Здравствуйте! В эфире правовая программа «Дежурная часть». О работе окружной полиции расскажу вам я, Анастасия Стенина. Коротко о главных событиях. Сегодня сотрудники и ветераны органов внутренних дел РФ отмечают свой профессиональный праздник. Состояние оперативной обстановки на территории округа, количество происшествий, итоги оперативно-профилактических мероприятий и информация по линии безопасности дорожного движения. На территории округа проведены мероприятия, посвященные Дню памяти погибших сотрудников органов внутренних дел РФ. В суд направлены материалы уголовного дела о присвоении более 2 миллионов рублей. Голосование за народного участкового завершается сегодня, и в округе участились случаи мошенничества. В период времени со 2 по 8 ноября на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 155 сообщений о происшествиях. Из них 7 преступлений. 27 граждан привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. С 1 октября по 15 декабря текущего года на территории округа проводится общероссийская акция «Призывник», направленная на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста. Жители округа могут сообщать обо всех фактах распространения и употребления наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей по телефону 02 с мобильного 102, 6 0047 и 42126, а также по телефону доверия с абонентским номером 42152. Анонимность гарантируется. В сфере безопасности дорожного движения выявлено 138 административных правонарушений за правонарушения в области безопасности дорожного движения. Вынесено 12 постановлений с помощью комплекса фото-видеофиксации. Произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью не допущено. В числе нарушений правил дорожного движения 5 постановлений о привлечении к административной ответственности вынесено в отношении граждан с непристегнутым ремнем безопасности. 5 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими соответствующего права. 4 административных материала составлено в отношении водителей за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. 3 водителя привлечены к административной ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Кроме того, выявлено 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, включая отказ от медицинского освидетельствования. Окружная госавтоинспекция напоминает, за управление транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном управлении транспортным средством, лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водитель привлекается к уголовной ответственности по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривается наказанием в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Помимо вышеперечисленных мер, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права управления транспортным средством на срок до трех лет. Уважаемые жители округа, сообщайте о фактах управления нетрезвыми водителями в дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 либо с мобильного 102, 8-818-53-421-26 и телефон доверия 8-818-53-421-52. 4 ноября 2020 года на территории города Наринмар и поселка Искателей проведено мероприятие водитель-пешеход. Проверено 55 единиц транспорта, составлено 11 административных протоколов по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Передача управления транспортным средством лицу, находящимся в состоянии опьянения. В связи с изменением погодных условий и образованием гололеда на дорогах города, сотрудники госавтоинспекции призывают водителей к соблюдению правил дорожного движения, скоростного режима, дистанции между автомобилями, проезда перекрестков и пешеходных переходов. Особое внимание необходимо обратить на безопасность детей на проезжей части и на пешеходных переходах. Для видимости ребенка на дороге в темное время суток родителям необходимо к его одежде или портфелю прикрепить световозвращающие элементы, которые можно приобрести в автомобильных магазинах. Также взрослые должны позаботиться о своей безопасности на дороге, прикрепив такие же приспособления. Ежедневно усилия коллектива управления направлены на защиту прав и законных интересов граждан, пресечения и раскрытия преступлений. В будни и праздники сотрудники органов внутренних дел самоотверженно несут службу, зачастую сопряженную с риском для жизни, проявляют мужество и героизм, остаются верными лучшим полицейским традициям. Руководство и личный состав управления МВД России по Ненецкому автономному округу поздравляют ветеранов и коллег с профессиональным праздником и желают здоровья, удачи и больших успехов в нелегкой, но такой важной профессии. 8 ноября текущего года заместитель начальника отдела по работе с личным составом УМВД Вячеслав Аньков совместно с председателем Совета ветеранов управления Алексеем Чупровым и членом общественного совета Татьяной Каневой почтили память погибших сотрудников. Минутой молчания и возложили цветы на могилы. Также в Богоявленском храме Наринмара епископ Наринмарский и Мизенский владыка Иаков провел заупокойное богослужение. Почтить память погибших коллег пришли родные и близкие, полицейские и ветераны органов внутренних дел, а также представители общественного совета. По окончании богослужения в храме собравшиеся поставили свечи за упокой души сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. В настоящее время работа наших ветеранов бесценна и в деле воспитания молодого поколения сотрудников органов внутренних дел и в деле сохранения заложенных традиций. Уважаемые жители Ненецкого автономного округа, 28 февраля 2021 года Управление МВД России по Ненецкому автономному округу отметит свой 90-летний юбилей. К такому знаменательному и праздничному событию Управление планирует открыть «Музейный уголок истории управления», который совсем скоро сможет принять всех желающих. В связи с этим объявлен сбор экспонатов, представляющих ценность для истории правоохранительных органов Ненецкого автономного округа. Участие в создании неповторимой экспозиции данного музея может принять каждый, кто желает внести свой вклад в развитие истории Ненецкой полиции. Управление с большой благодарностью примет оригиналы и копии исторических фотографий и документов, а также форменную одежду, боевое оружие, личные вещи героев, сохранившиеся вывески, нагрудные знаки и другие предметы, имеющие отношение к истории правоохранительных органов. В особых отдельных случаях возможна денежная компенсация за особо ценные раритеты. По вопросам сбора материалов, имеющих историческую ценность для будущего музея, просьба обращаться в УМВД по телефону 4-34-64 и 8-999-090-57-71. Заместителю начальника отдела по работе с личным составом УМВД Оконькову Вячеславу Евгеньевичу. Сегодня завершается финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Ненецкий автономный округ на федеральном уровне представляет старшую участковую полномоченной полиции, майор полиции Колесниченко Владимир Борисович. Поддержать округ и проголосовать за нашего народного участкового можно на специальной странице сайта газеты «Комсомольская правда». Награждение состоится в преддверии празднования Дня участковых уполномоченных полиции. Следственным отделом управления окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении должностного лица муниципального унитарного предприятия, выполняющим административно-хозяйственные функции в силу занимаемой должности по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемая, являясь должностным лицом муниципального унитарного предприятия, на протяжении нескольких лет, используя свое служебное положение, присваивала денежные средства, полученные от граждан за продажу топлива в общей сумме более 2 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Вы смотрели выпуск программы «Дежурная часть». Будьте внимательны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин